Итак, мы сегодня обсудим три темы, разбитые на три лекции. Лекции 15-е, 16-е, по учебнику и 17-е. Естественно, они входят в некий единый блок, они связаны оплённой логикой, не случайно идут в учебники одна за одной. Они связаны содержательно, сущностно. Естественно, я поговорю тезисно и, надеюсь, успеть всё это сделать за одну лекцию. Основное содержание вот этих трёх текстов. О чём пойдёт речь? О журналистских жанрах и общее представление о том, что это такое. На следующей лекции, во время следующей нашей встречи мы поговорим об этом специально, о четырёх классических жанрах журналистики, которые равны что в печатной журналистике, что в прессе, что в телевизионной журналистике, за одним существенным исключением, но об этом мы уже будем говорить после Нового года. Вторая тема сегодняшнего разговора – сюжетные узлы журналистики. И третий – как раз феномен времени в современной журналистике. Постараемся всё успеть. Итак, я вам говорил, бесспорно, не мог не говорить, расхожие утверждения. Некоторые, правда, говорят, что журналисты – это творчество, творчество, ничего, были творчества. Журналисты – это такие вот маленькие писатели или маленькие, если о трензионах идёт речь, маленькие киновежиссёры, которые в своих лабораториях делают то, что они хотят, а потом из этого то, что они хотят, какие-то идиоты или редакторы собирают там некие программы. Это абсолютно не так. Никаких гений в творчестве лаборатории – нечто, из чего потом из этих шедевров кто-то собирает программу или выпуск газеты, нет. Журналистка – это конвейер. На конвейер поступают стандартные детали. И ничего иного на конвейер поступать не может, кроме стандартных деталей. Потому что если на конвейер поступит нестандартная деталь, она не войдёт без проблем в механизм, который на этом конвейере собирается. Этот механизм целый, который собирается, на автомобильном конвейере называется автомобиль, и сойдя с конвейера, автомобиль должен завестись и поехать. А в нашем деле это называется выпуск газеты, номер газеты. И она должна выйти со всеми необходимыми вещами. Она не может выйти без шапки, без логотипа, без названия газеты. Она не может выйти без иллюстрации. Она не может выйти без статей, которые освещают события наиболее актуальные в данный период. Она не может выйти без необходимого набора информации, потому хотя бы, что все остальные конкуренты выйдут с этим необходимым набором информации. Зачем покупать эту газету, где этого нет, если в соседних это есть? Зачем покупать автомобиль, который не двинулся, и у которого нет молдинга, когда рядом стоит автомобиль с молдингом? То же самое и в трензионной программе. Деталь должна была поступить на конвейер, такая, которая войдет в этот механизм. Чтобы этот механизм потом сошел с конвейера и был готов к работе. Потребление его тем, кто этот механизм приобретает. Покупатель в случае с автомобилем, зритель, слушатель, читатель в случае с ответственным массой информацией. Все стандартно. И вот журналистские жанры, о которых сейчас непосредственно я говорю, это лекции пятнадцатые в учебнике. Это и есть стандартная форма этих деталей, из которых собирается общая журналистская целая под названием газета или телепередача. Есть хорошие рабочие, есть плохие рабочие. Хороший рабочий сделает быстро нужную деталь и с минимальными отклонениями от нормы, с минимальными зазорами. Она встает на свое место в нужное время, а может быть даже заранее готова. Плохой рабочий сделает не вовремя, с опозданием, но если оно критическое, то его просто выгонят. Или деталь с зазорами, которые нужно будет кувалдой вбивать в этот автомобиль. Если это допустимо, если можно и кувалду, и вбить, и ничего, конвейер пошел, покупатель потом не заметил, но там через сто кетра сломалось, ну и хрен с ним. Вот и так, конечно. Это вы журналисты, есть плохие работники и хорошие. Одни успевают вовремя делать качественно, и все встает на нужное место. Другие нет. Но принцип от этого не меняется. Ну, конечно, полной аналогии нет в этом деле. Все-таки внутри текст об одном и том же. Одним журналистам будет написан одним образом, другим журналистам другим образом. Точнее говоря, слово «образ», оно не совсем научное, но в данном случае я не точно употребил. Скорее, можно говорить о стиле. Одним стилем журналистам один напишет некий текст или снимет репортаж, а в несколько другом стиле это сделает о том же самом другой журналист. Вот не может быть, что и стиль свой, и все остальное свое. Итак, журналистская есть передача собственным стилем, сообщение о событиях, мнениях с этими событиями, но в стандартных формах. Что делает стандартными эти детали? Продукты журналистского труда, или пафосно назовем творчеством. Жанры, как раз жанры. Что такое жанры? Это удобные в производстве и максимально подходящие для потребителя стандартные формы подачи вот этих содержаний, того содержания, которое доносится. То есть необходимые удобства в производстве и необходимые потребительские качества. Ну как в супермаркете, вы различаете один товар от другого, где молочные продукты, где мясные продукты, где рыбные. Если вас интересует мнение какого-то человека, вам не нужно читать репортаж, вам нужно прочитать интервью. То, что он сам сказал. Журналист с вопросами его ведет по определенной теме, по определенной проблеме, актуальной сегодня. Если вам передается что-то мнение в репортаже, то вы недовольны. Ну, строго говоря, и так можно. Можно и кусок мяса бросить на прилавок, где молочные продукты продаются. Но зачем создавать такие проблемы? Газеты же не читают так, чтобы вот... Сяду-ка я на три часа, я разберусь, что они там нафантазировали. У вас есть 20 минут, пролистываете и выбираете то, что вам интересно. Телевизионные программы, все современные, но что отбросим, телевизионные программы строгое сейчас можно пересмотреть, но когда телевидение рождалось, их пересмотреть было нельзя. Да и, собственно, этим пересмотром мало кто занимается, поэтому все должно лежать в нужной упаковке, на нужном прилавке в нужное время. Иначе система не работает. Какие... Что нужно аудитории? Ей нужно узнать о том, что случилось. о том, случилось ли что-либо. Какой самый удобный жанр для передачи этого? Информация. Информация родилась не потому, что кто-то где-то сидел и придумал. А что бы вот такое создать, как такой вот удобный, легкий жанр? Она сама собой родилась. Потому что сообщение о том, что случилось, лучше всего укладывается что-то важное, значимое для аудитории. Лучше всего, естественно, чтобы оно было максимально кратким, чтобы можно было быстрее передать, быстрее довести аудиторию в самые существенные детали туда, даже не детали, неправильно сказал, в самые существенные элементы произошедшего события должны быть вложены, описаны. Ничего другого. Помимо всего прочего, опять, не забывайте, конкуренция постоянно происходит. Одновременно работает несколько конвейеров, так же, как в автомобильном производстве. Несколько автомобильных фирм. Ты не выпускаешь вовремя, покупают машины другой фирмы. Твоя машина не едет, из-за того, что у тебя рабочие опаздывают, ну и так далее. Значит, покупают другой фирмы. Ну и так далее. Так же работает сразу одновременно на рынке несколько газет, сразу одновременно несколько телеканалов. Есть события, длящиеся, более интересные, и смысл которых не только в том, что что-то случилось, а в том, как это развивается дальше. как лучше всего об этом рассказать. Для этого существует репортаж. Репортаж — это рассказ о длящемся событии. Все формировки есть, естественно, в учебнике, в тексте лекций. информацию можно подготовить на основе всяких источников связей, не будучи на месте события. Репортаж предполагает присутствие того, кто его пишет, или снимает, тем более, на месте события. Хотя и здесь существуют разные роды манипуляции. Иногда журналисты, средства массовой информации обманывают читателя. Ну, потому что, почему обманывают, помимо такой законодательности? Потому что нельзя рассказывать о событии, не побывав на его месте. Тогда нужно имитировать то, что ты там побывал, создать видимость, что это репортаж. Это обман. Ну, это вот для того, чтобы вот эта деталь вошла. Вот ее, она не совсем такая, но вот ей придают хотя бы внешнюю форму, вот такую, чтобы она воткнулась, чтобы это колесо было надето на этот автомобиль, где все, три колеса с тремя не едет, вот нужно четвертое. Ну, вот его там кувалтой как-то что-то оббивают, приспосабливают, чтобы все-таки залезло. Обманывают потребителя, да, но вынуждены это делать в частности. Если вас интересует не событие, а человек, его мнение, известное, неизвестное, неважно какой. Когда будем говорить об интервью, поговорим о том, когда берут интервью у никому неизвестных людей таких ситуаций довольно много. Они все тоже, кстати, стандартные. Если вас интересует мнение какого-то человека, то ничего лучше, чем интервью, это мнение не передает. Жан-интервью это максимально адекватная форма передачи аудитории мнения интересного для нее человека. И статья, все мы знаем что-то, но многого не знаем. Это же относится даже в большей степени к аудитории. Что-то случилось, но это случившееся чаще всего, ну или довольно часто, нужно вписать в контекст других аналогичных событий. Или нужно объяснить. Или нужно рассказать о том, как оно, возможно, повлияет на события завтрашнего, послезавтрашнего дня. Как это сделать? С помощью некоторых логических рассуждений или их имитации. Так рождается статья, в телевизионном варианте этот жанр называется «Комментарий». Есть еще жанр «Игра», родившийся на телевидении, по моему мнению, считает отдельным жанром, но об этом мы действительно будем говорить, сегодня больше об этом упоминать не буду. Вот эти четыре классических жанра, они уже давно возникли. Не потому, что их кто-то придумал, потому что это наиболее естественная, наиболее удобная, наиболее логичная форма, в которой вот то, что интересует аудиторию по каждому отдельному случаю, можно вложить. на факультетах журналистики учат тому, что жанров гораздо больше, и там будут называть, вы все это вот в этом учебнике прочитаете у меня, я там даю обзор жанров, так как их приводят другие, авторы, другие учебники, просто пару примеров, чтобы вы поняли, о чем речь. Всякие классификации хороши, когда они максимально удобные, максимально конкретные, внутри ведь многое можно делить, мебель есть мебель, но есть столы и стулья, верно, есть то, на чем сидят, и то, на что кладут руки, для того, чтобы манипулировать предметами, которые находятся на этой поверхности, листами или бумагами, ложки бумаги, ложками-вилками, игрушками, неважно чем. Поэтому мебель можно разделить на это и на это. Седалищные вещи, вещи для сидения, они тоже есть разные, стулья, табуреты, кресла, кресло-качалки, диваны, ну, так можно все дробить там до того, какого цвета кожа или какая обивка у того или иного стула, у того или иного кресла. Но такими разветвленными, такими разветвленными по всем отличиям, по всем деталям, классификациями оперировать трудно. В жизни они все равно упрощаются, сводятся к самому существенному. Самое существенное это, повторяю, в смысле жанров информация, репортаж, интервью и статья. Первые три информационные жанра, о чем мы тоже на следующем занятии отдельно поговорим. Статья, аналитический жанр, ну, там есть тоже дифференциация публицистической, аналитической статьи, а, соответственно, комментарии на телевидении. Это тоже тема отдельного разговора, до которого мы еще дойдем. Некоторые выделяют, а вот рецензия, отдельный жанр. А рецензия это никакой не отдельный жанр. Она может быть написана как теоретическая, как у репортажного плана, но смысл в том, что такое рецензия. Это анализ прошедшего спектакля или вышедшей книги. То есть это статья. Что статья анализирует нечто и дает соответствующий комментарий, оценки автора этой рецензии. Поэтому мне совсем непонятно, почему описание того, что вчера произошло в Думе, это называется репортаж из Думы, а описание того, что вчера произошло в спектакле, в театре, называется театральная рецензия. Тогда парламентская рецензия то, что произошло в Думе и репортаж со спектакля о том, что произошло. Зачем так путаться? И то, и другое есть. Но либо репортаж, если это больше описывает, как все происходило, либо статья, если передают логику, оценки и прочее. Жанры, естественно, смешиваются. В репортаже почти всегда присутствуют маленькие включения интервью. Так или иначе, все смешивается в мире. Поэтому рецензия это просто специфическая разновидность, приложимая, как правило, к сфере культуры, искусства, статьи. Аналитическая, публицистическая или, если это совсем быстро с колес, то это репортаж. Вот и все. Никакого жанра рецензий под жанр возможно существует, но нам это не самое главное. Значит, все остальное, что нужно в общем этом плане в сущностном знать о жанрах, детально расписано в этом тексте, в лекции 15-й. Сейчас я разговор завершаю и перехожу к следующей лекции. Обращаю только еще внимание на то, что существуют некие дополнительные такие субжанры, которые очень интересны. Ничего в природе случайно не существует, в природе в общем. Раз это существует, значит, оно а, для чего-то нужно, но б, что более важно для нашего сегодняшнего разговора, в этом что-то есть такое, чего нет в другом. Нет, конечно, такого специального жанра, как читательская почта, читательские отклики. Что читатель, зритель, зрительские отклики, он не задавится вопросом, в каком жанре он пишет, или звонит, в каком жанре я звоню на телевидении. Нельзя просто звонить, чтобы возмутиться или одобрить что-то, или просто отреагировать на какое-то голосование. Ну, в такой, в длинной рубрикации жанров там в конце может быть какое-нибудь читательское письмо, читательский отклик стоять. Жанром, конечно, отдельным это, тем более, собственно, журналистически не является, но просто обращаю ваше внимание на то, что это очень показательные тексты и не случайно, правда, сейчас интернет этому мешает, не случайно в последнее время, поскольку журналистика очень спекуляризировалась, она очень срослась с политикой, она очень срослась с бизнесом, и в этой связи в нее проникли манипулятивные методы, которые свойственны и для политики, свойственны и политике, и бизнесу. Стали меньше печатать читательских писем откликов, тем более, в полном виде. Вообще, лучшее характеристика издания, это не программа, которая декларирует главный редактор этого издания и этого телеканала, и даже не то, что этот телеканал показывает или эта газета печатает. Лучшая характеристика это читатели, зрители, аудитория этого издания. Они же ничего не скрывают в большинстве своем, они проговариваются, они хотят, они максимально искренне, но есть те, которые там специально обман, всякие есть, там сумасшедшие, полусумасшедшие, но в принципе основная масса. И то, что скрывает издание, читатель раскрывает в своих откликах. А редко, когда кто печатает, даже во время, когда это делалось, длинные полностью письма читателей, обязательно их сокращают. мало места, там все это понятно, некоторые пишут длинно, но главная причина, это технологическая причина, главная причина не в этом, потому что, если дать всю совокупность откликов зрительской, читательской аудитории того или иного издания, или той или иной телерадиопередачи, мы получим очень хорошее представление о самом издании, причем с неожиданной страны, с той страны, где, повторяю, это издание что-то хотело от себя скрыть. Она хотела вылить, она хочет представляться объективным и независимым, а ты смотришь сумму писем и ты видишь, что это абсолютно ангажированные опленные идеологии, идеи читателей или зрители. Но почему они тогда стекаются к этому экрану, к этой передаче, к этому телеканалу, к этой газете? Потому что они чувствуют, что здесь им эту идеологизированную, ангажированную, тандыциозную информацию и комментарии дают. Зачем же идти в другое место им? Они к этому огоньку собираются. И какой бы обажурный этот огонек красивый кто-то не вешал, мотыльки слетающиеся инстинктивно, они показывают, что там в реальности светит. С появлением сайтов, интернета, интернет-сайтов и соответствующих форумов это тоже проглядывает. Вернее, это опять всплыло на поверхность. Не случайно сайты многих изданий, если это возможности, довольно сильно модерируются. при том, что проразглашают для себя журналисты издания телеканала «Свободу печати», отсутствие всякой цензуры, они модерируют сайты, форумы, куда идут отклики. Не буду дальше развивать эту мысль, но просто вы должны зафиксировать на это обратить внимание. о том, как классические жанры, которые родились в печатной журналистке, трансформируются на телевидение. Вы, во-первых, будете все эти четыре года так иначе об этом говорить. Отчасти это написано и в этой книге, в этом учебнике, в этой лекции. Самый простой пример, он здесь приводится о неком происшествии, пожаре, землетрясении, рассказывает пишущий журналист. Там еще есть иллюстративный ряд, фотографии, но это не всегда бывает, не обязательно, хотя сейчас чаще всего бывает. Он должен написать, что это за разрушение, какими-то словами передать их характер, масштаб, ну и так далее. В этом смысле телевизионная журналистка проще. телерепортер говорит, а сейчас я попрошу нашего оператора показать панораму этого города. Показывает, вот там все видно, сколько разрушено, масштабы там, там же не обязательно. 100% зданий, 99% там, или 89% знали, это можно уточнить для особо любопытствующих. Ну вот, провел камерой, и все видно. ну, повторяю, это трансформация технологически существенная, но не самые принципиальные. Жанры остаются теми же. Повторяю, потому что ничего удобнее никто не придумал. Жанр играть пятая родился на телевидении, входит сейчас, вошел уже в печатную журналистку, но тем более в радио давно вошел, ну и в интернете само собой, но об этом жанре особо мы поговорим отдельно. Теперь стандартизация не распространяется только на форму, она распространяется на содержание. Почему она распространяется на содержание? А потому что жизнь стандартна. Это каждому из нас кажется, что то, что происходит с ним, ну помимо того, что это самое важное, что это ни с кем никогда, ну отдельные люди, так рационально мыслящие, понимают, на словах многие произносят это, что все было в этой жизни, все суета суету, всяческая суета, что все повторяется, ну и прочие формулировки. Ну, в принципе, это верно. Невозможно, практически невозможно придумать жизненные ситуации, которые неизвестны даже публике, не говоря уже о специалистах, а о журналистах, в данном случае относятся к специалистам по вот этой информационной работе. Жизнь стандартна. Я здесь привожу эту классическую, но не точную формулу начала Анны Калейна и Льва Толстого. Все несчастные, все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастна по-своему. Лев Толстой не прав только в одном. В данном случае ему нужна была такая формула. И все несчастные, и семьи тоже несчастны одинаково. Вот именно так работает журналистикой. А потому что жизнь стандартна. Человек рождается, человек, партия, государство, пожар, землетрясение, рождается, крепнет, взрослеет, развивается, доходится до какой-то высшей степени точки своего развития и дальше угасает, умирает, исчезает. Два пожара в соседних домах могут цепить в один. Ну и что? А в жизни люди сходятся вместе, женятся, образуют единое целое семью. из этого рождаются дети. Два слившихся пожара способны породить третий, поскольку они стали вместе мощнее. Две партии сливаются, два государства объединяются. как раз в 16-й лекции сюжетные узлы в журналистских текстах разговор идет об этом. Здесь приводится таблица, она, к сожалению, вот в учебнике красном, в учебнике с красной обложкой, ну там, с доминирующим красным цветом, издательство, к сожалению, без моего разрешения эту таблицу перелив в текстовую форму, из-за чего ее неудобно воспринимать. Что в этой таблице? Одна ось это событие развития от появления и до ранее жизни человеческой, ну, например, человека, поскольку людям, студенты тоже люди, людям легче всего воспринимать то, что относится к ним удобнее всего. Вот, но это относится к, повторяю, я уже привел примеры к жизни, к жизненному циклу всего. И стул, когда-то он был создан, родился, и потом от долгого на нем сидения он сломался, умер, его сожгли. А если это ценный стул, или не ценный, но кому-то он дорог, то приходит человек, к старичку приходят добрые родственники, приходят добрые врачи квалифицированные и вот поддерживают ему жизнь старичок и стул может жить больше, чем в принципе полагается по природе жить и тому и другому. А полная аналогия. Это основной жизненный цикл одна ось, но отклонения от него тоже существуют. Одни люди вступают в брак один раз, а другие три, четыре, есть даже те, кто утверждает, что у них по семь раз вступали в брак. Это некое умножение. Отклонение от нормы путем умножения того или иного события стандартного или прерывания какого-то этапа жизненного цикла. К несчастью есть младенцы, которые родились и умирают не превратившись во взрослого человека и не дожив до старости. Это тоже в общем-то. Но это отклонение от стандартного жизненного цикла, довольно распространенное, но это же есть. Да, это может быть естественная смерть, это может быть насильственная смерть под влиянием внешних факторов. Ну и там образование семьи, соединение чего-то с чем-то. Оно может тоже после некоторого времени это себя может распасться под влиянием внешних факторов или внутренних. Внутренних не сошлись характерами. А внешних появился некий третий, кто кого-то куда-то увлек. Тоже довольно стандартная ситуация, она просто по отношению к этому жизненному циклу является несколько аномальным выходом из нормы. И так по одной оси в этой таблице это описано. Это как раз эти жизненные события, представляющие собой стандартный цикл жизни всего. А по другой оси вот эти отклонения от нормы. умножение, прерывание раньше отведенного времени, насильственное прерывание, естественное прерывание. Умножение не только негативное может быть. Большинство людей рождаются мало кому известными, кроме родственников ближайшего окружения и так же и умирают. Но есть очень известные люди. То, что называется успех или там может быть сверху успех. Это отклонение от нормы, потому что большинство людей, живущих на земле, неизвестны этому же всему населению земного шара. Но некоторые известны. Это отклонение безусловно от нормы. Итак, когда мы накладываем жизненные события, входящие в этот цикл, цикл можно разбить на еще более мелкие этапы. Но это умножение сущностей, которые никому не нужны. Как известно, философы просят этого не делать, без нужды. Все основное здесь изложено. И вот эти отклонения. Накладываем одно на другое, у нас получаются точки пересечения. Журналистику идет по норме. Потому что журналистик работает на человеческую аудиторию. Ни на стуле, ни на роботов, ни на насекомых, на человеков работает журналистика. На такой аудитории. А человеку больше интересует то, что с ними происходит, с людьми. Поэтому жизненный цикл он происходит. Но журналистику интересует больше отклонение. Если просто пожар, никому это не интересно. Это происходит. одновременно 10 пожаров вспыхнувших в разных точках одного города, это уже интересно. Потому что обычно этого не бывает. Человек, который родился, прожил 70-80 лет и спокойно умер, с ним ничего не прожил. Но если этот человек стал президентом США или России, это уже интересно. Это интересует журналистику. Если человек родился, познакомился, женился и так дожил до конца своей жизни, это не интересно. А если он 5 раз женился, это интересно. А если 10, еще интереснее. журналистка интересуется только тем, что интересно человеку, то есть вот этим жизненным циклом. Но конечно отклонениями от нормы, фрустрациями, отклонениями, катаклизмами. Поэтому не только журналистка, писательство тоже, литература тоже. Поэтому Лев Толстой и пишет романы. не о счастливой семье, поскольку все семьи счастливы одинаково, а о несчастной, поскольку они все несчастливы по-своему. Хотя, как я вам пытался сейчас доказать, и несчастье это тоже все стандартизированы, все это известно. Это Лев Толстой. А у журналистов тем более нужны несчастные семьи. Зачем человек, который спокойно жил, спокойно умер? В возрасте там в 78 в 80 лет. А вот если он умер сразу, то надо тогда сбегаться с камерами, софитами, микрофонами, ручками, ноутбуками. Если человек достиг сверхуспеха, тогда интересно, как он эти 80 лет спокойно прожил. Сверхуспешный человек и на тебе. Ни разу не развелся, ни разу, 20 раз не женился, никого не зарезал, у него ничего не украли, он сам ничего не украл. Тогда и норма становится, вот этот жизненный цикл, это сверхизвестный человек интересно, но только если он сверхизвестен, а если он просто человек, ну, что, зачем им интересоваться. Вот вы должны вчитаться в текст этой лекции 16-й, она не очень большая, но очень важная, в каком смысле. Возможно, в некоторых школах, может быть, об этом еще говорят, если кто-то интересуется особой литературой, известно, что там по-разному называют, 25 бродячих сюжетов есть в мировой литературе. Романов сейчас уже, наверное, под миллион написано, ну, сотни тысяч точно. А в основе-то вот эти 25 или 30 бродячих сюжетов. Любовный треугольник, преступления, отцы и дети, вот вам в курсе литературы ведения, наверное, об этом расскажем. Так это то же самое журналист, журналист, она о жизни, она же там, ну, есть такие журналисты, которые пытаются о иных мирах рассказать, но это журналистские фантазии, там, фантастический реализм, журналистские, это отдельная тема. В принципе, журналист, когда освещает жизнь людей, в первую очередь, и все, если там все повторяется, ну, вот, что нам может придумать, что кто-то кого-то зарезал, ну, так это бывает в жизни, но в следующий раз, да, действительно, поскольку все рассказывают о том, что кто-то кого-то зарезал, то на следующем этапе журналисты ищут того, кто зарезал не один раз, а 20 раз, или не одного человека, а сразу 20 людей. Вот так происходит возгонка, тогда уже, собственно, то, что пишут журналисты, то, начинают влиять на аудиторию, но это на поведение у аудитории, на общество, но это тема другого разговора. Повторяю, поскольку жизнь стандартна, а нужно чем-то аудиторию привлечь, ведь остальные пишут о том же самом, все пишут о Филиппе Киркорове, все пишут о Филиппе Киркорове, значит, ты должен написать что-то, чтобы прочитали тебя о Филиппе Киркорове, ну невозможно найти там ничего, потому что все остальные тоже это, все уже нашли, все увидят. И тогда можно придумать, ну, производство диктует, то, что нечто придумывается. А что придумывается, что можно делать, чтобы Киркоров вышел из дома, но это все, хоть не это. Выпрыгнул из окна и пошел на работу, ну вот, это уже выделение из нормы, никто об этом не написал, ну и так далее. Вот принцип. Это вообще вот главная беда журналистики и особенно молодых журналистов, когда они немножко взрослеют. Действительно, они приходят, те, кто сознательно из желания приходят в профессию, они думают, что сейчас они со своей камерой вышли в мир, и там такое, просто их раньше не пускали, им не давали камеру, и вот корочку, где написано, там, бейджик, где написано, что ты журналист. А как сейчас дадут, мы выйдем и откроем такое, что никто не видел. Вышли, посмотрели, что те же деревья стоят, не будучи журналистам без камеры, вот они, стоит дерево. Вот что нужно, чтобы тебя смотрели, а других нет. В нынешних условиях, а вот если на этом дереве будет висеть труп, тогда уже иногда подвешивают труп. В буквальном смысле слова, чтобы сейчас нет времени, я бы один такой случай рассказал. То есть случаев таких много. И последний, на сегодня, в 17-й лекции речь об этом идет. Феномен времени в журналистике, прогноз, как высшая форма журналистского мастерства. Я вам дал задание прогноз составить. Не случайно. Потому что события нашего семестра, вернее, события, совпадающие с нашим семестром, когда мы встречаемся, дает такой шанс проверить вас на прогнозе. Пусть хотя бы первую попытку вы такую сделаете. Совсем ученическую. Но в следующий раз, когда вам на парламентских выборах в России через пять лет, да, вы уже будете учиться, уже не будете учиться, больше всего, будете работать. Ну и так далее. Вот сейчас попробуем. Значит, как я уже говорил, у журналистики, у всех публичных профессий со временем особые отношения у журналистики, тем более по многим причинам. Часть из них я коснусь. Ну, я надеюсь, вы знаете хотя бы таки общее представление, что вообще там время относительно, вот вы осознаете вот это, что время по-разному идет в разные моменты жизни человека. Представляете, да? известную приписываемую Эйнштейну объяснение, вернее, иллюстрацию к тому, что время относительно, я тоже надеюсь, вы знаете, она действительно очень, ну, очень показательна. Вот тот, кто помнит об этом, кто-то слышал это, он вполне представляет реальную относительность времени. Кто знает, что говорил Эйнштейн для неофитов, для широкой публики об относительности времени. Объяснял, как такое, ну, время, оно всегда одно и то же. Стена белая, значит, она белая. А вот время, вот час, он и есть час. Как Эйнштейн объяснял относительность времени на очень наглядном примере. Но я думаю, что все-таки кто-то из вас слышал, сейчас вспомнить их не слышали. Одна минута, проведенная на горячей сковородке, кажется вечностью, одна минута, проведенная с любимой девушкой мгновением. И никто из вас, естественно, не может что-то опровергнуть. Можете только проверить длину этой вечности на сковородке, но для того есть у каждого, тем более, сегодня, соответствующая возможность. я не буду касаться этого феномена. Это же как раз речь шла о времени общественном, психологически воспринимаемом, а не объективно. Там еще есть другая, естественно, научная объяснение и характеристики того, что время относительно. в том случае, например, иллюстрация Эйнштейна, она как раз связана с психологическим восприятием, с человеческим восприятием времени. В итоге точно на это никто не обращает внимания. Пока не задашь вопрос, некоторые только начали задумываться. Сейчас, правда, мало кто покупает газеты, особенно из молодежи. Вы идете в киоск, допустим, допустим, гипотетически, теоретически, идете вот сейчас в киоск и покупаете какую газету? Какую газету? Кто-нибудь что-нибудь может сказать? Никита? Какую газету, если вдруг такая фантазия вберет вам в голову, идете и покупаете? Меня не название интересует. Мне название интересует. Значит, вот смотрите, чтобы большая, чтобы маленькая, чтобы можно завернуть кильку. Это тема. Мы сейчас о чем говорим? Феномен а? Кто сказал? Нет. Феномен времени в журналистике. вот тема вот этой части нашего сегодняшнего разговора. Вам не что это комсомольская? Самую свежую. Самую свежую. Или как она называется? Ну, сегодняшнюю. Сегодняшнюю. Если вы сегодня, вы же не придете, скажите, дайте мне вчерашнюю газету. Есть такие? Автоматически. Если вам дадут вчерашнюю, то вы посмотрите, вы скажите, зачем мне? Зачем мне вчерашние газеты? Итак, сегодняшнюю газету, ну, свежую, то есть сегодняшнюю. А что, о чем пишут в так называемой сегодняшней газете? Что там описывается? Там описываются вчерашние события. Потому что сегодняшние там не мог быть. Технология не такова, чтобы вот на телевидении уже можно сегодняшние события показать, описать. в газете нельзя. Телевидение родилось там недавно, 50-60 лет назад, но не технологически, а вот как то, чтобы по телевидению помогать. Понимаем сегодня. А журналистка существует 400-500 лет на носителе под названием газета. Сегодняшнюю газету и называется сегодняшняя события там описывается вчерашнее. То есть феномен времени непонятно, настоящего нет. Сегодня настоящая это точка встречи прошлого с будущим. Все то, что это мгновение неуловимое. Ты начинаешь слово говорить и пока ты его договоришь до конца, начало уже ушло в прошлое, уже прошлое. Для удобства называется сегодняшняя газета, поэтому когда она выходит, какая дата стоит, но газета журналист описывает прошлое, да и тележурналисты описывают прошлое. В момент, когда выходит репортаж в эфир, он же отснят, он смонтирован, все уже произошло. Даже если это прямой эфир, тут тоже там, я не буду пока вдаваться в детали, сейчас мало времени. Вот, хотя прямой эфир это конечно особое явление, если только это настоящий прямой эфир, если он касается действительно важных событий, когда ничего нельзя подкорректировать, но действительно важных политических, общественных событий, когда тебе не специально показывают то, что хотели бы показать даже с помощью этого прямого эфира, это в полном объеме, но наиболее показательно в этом случае наиболее характерно, если прямой эфир о какой-то парламентской дискуссии, ну, когда тебе вынуждены показывать всех, кто говорит, что бы он ни говорил, без всяких изъятий. Ну, о прямом эфире вам будут много рассказывать без меня, я просто сейчас фиксирую опять же, в лекции все это подробно расписано. Обратите внимание о том, что вот там и прошлое, и настоящее, и будущее в журналистике это не совсем то, что в обыденной жизни. Это не совсем то, что в метафизике, в философии, это не совсем то, что в естественных науках, но это даже не совсем то, что в обыденной жизни. Повторяю, газеты называют сегодняшние, а сообщают в основном о вчерашних событиях. Иногда о сегодняшних, но только тех, которые обязательно случатся. Просто стопроцентная вероятность. Но иногда и они не случаются, всякое бывает. Намечен визит какого-то президента куда-то. Все объявлено завтра, вылетает, выходит сегодняшняя гостина, сегодня президент такой-то вылетает с визитом в такую-то страну. А потом случается землетрясение, переворот, что-то, он отменяет свой визит. Довольно, не слишком часто, но довольно часто встречается. А в газете написано, потому что журналисты, редакции посчитали, ну, это все внесено в график, самолет готов, все договорено, визит, президент аккуратный, не просыпает, не напивается, вовремя приезжает в аэропорт, ну, как это может быть, плюс протокол, плюс это скандал, если там опознал, не прилетел. И потом нечто случается. Это такое предвидение примитивное, основанное, опять же, на том, жесткой предупреденности событий, намечено. Журналисты рассказывают о прошлом, часто называя его настоящим. Иногда доходит до прямых обманов, когда под видом прямого эфира даются кадры, снятые до того, или когда я говорил, рассказывал о лже, обмане, умолчании в журналистке, если кто-то прочитал эту лекцию, а если особенно там все подобное расписано, одно время был очень популярный прием на телевидении, кстати, когда подкладывали старые кадры или старые фотокадры под некое случившее сегодня событие, не писали, что это архивная съемка, что это было тогда-то, ну, схожие события, вроде бы, это можно не делать, прямой обман в данном случае, то есть они для темы нашего разговора, они показывают прошлое, говорят, что это сегодняшнее, людей, конечно, прошлое мало интересует, оно интересует, сейчас мы к этому перейдем, в связи с чем людей интересует прошлое, журналисты, средства массовой информации, эти видения, они зловодневные, актуальны, мало то, что они работают постоянно, они не могут давать старый материал, рассказывать о прежних событиях, поэтому они делают вид, что прежние события, то, что происходит сегодня, в том числе специально маскируя, специально обманывая аудиторию, такой мелкий обман, но тем не менее, вы спросите, а старые, прежние передачи, вернее, передачи о прошлом, а исторические фильмы, которые телевидение снимают, вот сейчас Фурцево там идет очень недурной сериал по Первому каналу, постоянно что-то идет, но это только в связи с тем, что вот такие истории сегодня актуальны по каким-то соображениям. Проект, который вы, надеюсь, в сознательном возрасте уже застали, там, 3-4 года назад был, имя России по каналу Россия-1, каналу России, там, когда выбирали исторического деятеля, который символизирует Россию, такой большой проект, все из прошлого. Ну, а прошлый рассказ, это актуально для сегодняшнего политического мышления, политической психологии, политизированного общественного мнения. Кто лицетворяет Россию? Александр Невский, Сталин, Столыпин, кто там еще был? Суворов, Гагарин, по-моему. Дело не в том, кто победил. Дело в том, что они всех, их давно нет, а многие мифологизированы. А жизнь Невского, во-первых, разные трактовки даются его жизни, его поведению политическому в том числе. Но для большинства людей, кто из вас фильмы Александр Невский смотрел? Классика отечественного кино, Александр Невский, ну что вы, это нельзя. Да, ну вот, для вас уже можно не Александра Невского, то есть вам уже Александра Невского с символом не выведешь. можно только насильственно навязать. Насильственно надолго, мало что можно навязать. Так вот, потому что сегодня проблема актуальна, какая политическая фигура олицетворяет Россию. Для этого этот исторический материал используется. А то, что сегодня никого не интересует, сколько забытых фигур, и о них не вспоминают, а очень интересно. Неактуальны они по разным причинам сегодня. Ну, если журналист, кинодокументалист, режиссер найдет эту актуальность, автор сценария, то вытащит, безусловно. Все прошлое интересует нас только в связи, помимо переживаний, только внутренне эмоционально это вспоминает, что там ты сделал, что с тобой сделал, это отдельная тема, она к журналистике отношения практически не имеет. Прошлое интересует нас в связи с настоящим, а в общем-то с будущим, поскольку настоящего, как я вам сказал, нет. Сейчас, опять же, за развитием телевидения, особенно интернета, это уже этот тип материалов газетных не является столь популярным, каким было раньше. но в принципе, когда не было интернета и когда телевидение не было таким оперативным, что больше всего, так сказать, какие тексты в газетах прочитывало, в любых газетах, прочитывало максимальное число читателей этой газеты? Нет. Эти тексты на первой полосе не печатались. Потом они стали печататься и на первой полосе. Прогноз погоды. Казалось бы, ну как, стандартно, осенью, дождь, весной, теплеет, солнце, ну и так далее. Но что будет завтра с погодой, нам очень важно. Не метафизически. Во что одеться, взять зонтик, ну и так далее. это очень важное, житейски важное, их постоянно значимое знание о будущем, которое нам хотелось бы иметь. Выборы, перевороты, реформы. То есть, конечно, тоже интересно, но вы же каждый день не думаете, проснулись, какое платье надеть, взять зонт или не взять. Это же зависит от погоды, выше, не только от собственной фантазии наличия тех или иных вещей в вашем шкафу. О чем говорит прогноз погоды? Вот такая популярность прогноза погоды. Никто не создаёт рекламу прогнозу погоды, никто, как звёздам, не привлекает внимания к этому типу материалов, прогнозов. Но все автоматически читают, потому что это, я повторяю, жизненная, причём повседневная потребность. Этот пример показывает, насколько важен, в принципе, любой прогноз, и что для нас самое важное это будущее, потому что прошлое уже случилось. Мы можем размышлять или по-научному говоря рефлексировать на эту тему, но изменить мы ничего не можем. Ну, можно фальсифицировать что-то, но это другая тема. Журналисты чем занимаются? Кстати, когда в интересах настоящего нужно фальсифицировать прошлое, этим занимаются в первую очередь журналисты. Хотя бы потому, что учёные это делают долго, а журналисты могут это сделать быстро. У них технология работа другая. Настоящее не существует. Прошлое изменить нельзя, настоящее не существует, только будущее. Но оно ещё не случилось. И его ещё можно изменить. Ну, как кажется, может, может, нельзя. Можно взять зонтик, то есть ты что-то в будущем не можешь изменить, но ты можешь изменить что-то в своём поведении. Взял зонтик, не промок, не взял зонтик, не поверил прогнозу или прогноз оказался ошибочным. Вот почему я говорю, что венец, особенно в политике, это, чаще всего политическими событиями, но иногда и не только, интересуется с той точки зрения, а будет это или не будет. От этого выберут или того выберут. С зонтиком или без зонтика выходить завтра на улицу. Вот, собственно, на этот вопрос журналистика всеми своими камерами и прочими ракционными машинами, тарелками, ноутбуками и отвечает. Не осознавая часто этого. Вот, так называемые продюсеры, они это чувствуют, знают. Ну, и самые удачные репортеры. У них вот весь сюжет так построен и вся статья, весь репортаж так написан, что это так же, как у других, вот возникает в какой-то момент этот прогноз, это предсказание, которое никто другой не дает. Обратите на это внимание. Если вы это зачерктируете, будете так готовить свои материалы, ваши материалы будут лучше восприниматься публикой, они будут просто читаться, смотреться, их будут искать. И, естественно, они будут нравиться редактору, потому что будет отлик соответствующей аудитории. Мы хотим пятого, репортаж почему? Не знаем, хотим. А вот если разобрать, оказывается, что он просто дает всякий раз маленькие, но очень точно его время сформулированные фрагнозы. Такое феномен времени в журналистике, феномен времени в журналистике, на этом мы все завершаем, ну, через несколько времени увидимся. Спасибо за субтитры, и, как разобрать, и, как разобрать, Продолжение следует...